Древняя Греция Древние инженеры были настолько грандиозны, что современники были уверены, что сами боги помогали строителям. Самая удивительная вещь на свете – это то, как же этим строителям удавалось поднимать гигантские, невообразимые тяжелые каменные глыбы. Своим существованием эти чудеса инженерной мысли были обязаны лидерам, чья жажда власти и величия объединяла людей и возносила их к высотам империи. Но все достижения культуры и науки должны были быть положены на алтарь кровавой братоубийственной войны. Дуэль со смертью положила конец Золотому веку. Как создавались империи? Греция Солнечное сентябрьское утро 480 года н.э. пришло на остров Соломины полуторакилометровый пролив, отделяющий этот остров от материковой части Греции. Спокойствие и тишина, висящая над морем, не предвещали ничего плохого. Но к концу того дня Средиземное море стало красным от крови. В тот день решался вопрос о будущем и о независимости Греции, страны островов и городов-государств, которая была лакомым куском для величайшей империи всех времен. Персии. Говорит Барри Штраус, Горнальдский университет. Персия была сверхдержавой того времени. В высшей степени процветающая, абсолютно самодостаточная, самая мультиэтническая и многокультурная из всех империй. И вот на горизонте появились все сокрушающие персидские войска. Семьсот кораблей везли сто пятьдесят тысяч воинов, целью которых было присоединить Грецию к их империи. Но один грек хорошо подготовился к этой битве. Его звали Фемистогл. Он был афинским адмиралом, и он ждал этого момента не один год. А ведь война с Персией, сверхдержавой того времени, могла стать крахом честолюбивых планов Фемистогла. Привет, я Петер Уэллер. Во-первых, греческий флот был почти в два раза меньше, чем персидский. А во-вторых, перед Фемистоглом стояла практически неразрешимая задача объединить разрозненные и соперничающие военные группировки греков под единым командованием. Положительной чертой устройства древнегреческого общества было наличие множества городов-государств, каждое из которых было самостоятельным и самодостаточным. И это же устройство древнегреческого общества очень плохо сказывалось на обороноспособности греков. Ведь кроме языка и общих богов, эти города ничто не объединяло. Для каждого из них главным было его собственное благополучие. В лучшем случае они игнорировали друг друга, а в худшем готовы были стереть соседей с лица земли. Если существовал лидер, способный объединить Афинин под своим командованием, то таким лидером был Фемистогл. Человек, который не имел аристократического происхождения и не стыдился этого. Он всегда был аутсайдером. Он ощущал себя аутсайдером. И он гордился отсутствием себе аристократизма. Он говорил, что он не умеет играть на лире или хорошо петь, но у него достаточно способностей, умения и желания, чтобы сделать свой город великим и свободным. Фемистогл уже встречался в бою с персидскими войсками. Десятью годами раньше небольшая персидская военная группировка в первый раз вторглась в Грецию. Тогда состоялась битва Афинин и их союзников с персами при марафоне. И теперь Фемистогл собирался использовать имевшийся у него опыт и сосредоточить свои усилия на самом слабом элементе персидской военной машины, на их флоте. Он понимал, что вода не является естественной средой для персов. Персия – сухопутная держава. Даже в религии персов соленая вода наделена демоническими чертами. Фемистогл хотел, чтобы греки построили для себя такие корабли, которых еще не существовало нигде в мире. И работа началась немедленно. Ведь необходимо было быстро построить 203 рем, самых смертоносных кораблей того времени. Три ремы имели длину в 130 футов, то есть примерно 40 метров. Они были легкие, прочные, с бронзовым тараном спереди, что превращало их в серьезную наступательную силу. Фактически, они являлись мощными управляемыми снарядами. Три ремы имели по 170 грибцов, располагавшихся на трех уровнях. 62 грибца на самом верхнем, 54 в середине и 54 на нижнем уровне. Грибцы нижнего яруса сидели так низко, что их весельные отверстия находились всего в полуметре над водой. Говорит Джордж Заркадакис. Итак, вы видите корабль. Деревянный корабль, движимый грибцами. Но он мог развивать скорость в 8-9 узлов, что являлось рекордной скоростью для того времени. И этот корабль мог атаковать подобно торпеде. Конечно, грибцам нужно было научиться работать в команде, синхронно, что легко в первые минуты и трудно в течение долгого времени. Флот Фемистокла, состоящий из Тверем, был построен за рекордные сроки, всего за несколько лет. Весной 480 года до нашей эры Персия начала массированное вторжение в Грецию. Фемистокл знал, что персидский флот превосходил греческий почти в два раза. Поэтому он разработал хитрый план, чтобы объединить греческие силы и компенсировать численное превосходство врага. Он собирался использовать в свою пользу тот факт, что у греков было значительно меньше кораблей, чем у персов. Он решил заманить персов в такую ловушку, нарезать им такое поле для битвы, где они не смогли бы использовать все свои силы одновременно, так что греки могли бы разбить многочисленные персидские корабли. И наилучшим местом для осуществления этого плана был пролив около Соламина. Фемистокл должен был придумать способ завлечь персидский флот в узкий пролив между островом Соломин и Материкон. Фемистокл был очень хитрым и изобретательным. Он знал, что персы предпочитали одерживать победы путем дипломатии, лживых обещаний и подкупа предателей. Накануне битвы он послал своих доверенных слуг через пролив в персидский лагерь. Слуги должны были сыграть роль предателей и рассказать царю персов, что греки находятся в смятении, что если ночью персидские корабли займут весь пролив, то утром греки будут поражены и перестанут сопротивляться. Персы проглотили наживку. На рассвете персы, к своему удивлению, обнаружили, что греки, вместо того, чтобы сдаваться, построились в боевом порядке и что персам придется принять этот бой. Таким образом, хитрость Фемистокла увенчалась успехом. 200 греческих 3DM с 34 тысячами гребцов выстрелились в боевую шеренгу. В узком проливе не осталось места для маневра персидских кораблей. Ловушка Фемистокла захлопнулась. Сражение продолжалось весь день. Греческие 3DM окружали персидские корабли и таранили их своими носами. Персидские воины гибли в небывалых количествах. Это сражение происходило настолько хаотическим, настолько неупорядоченным образом, что к концу дня греки еще не осознавали, что победили. Но тысячи безжизненных тел персидских солдат на берегах Соломина свидетельствовали о полной победе греков. Некоторые летописные источники утверждают, что в этой битве было уничтожено 200 персидских кораблей и всего 40 греческих. Те персы, которые не утонули в водах пролива, были убиты греческими воинами на суше. Если бы грекам не удалось победить в битве при Соломине, то погибла бы и вся греческая цивилизация, на которой зиждется наша европейская культура. После впечатляющей победы при Соломине, Фемистокл стал героем. Но благодаря его растущим амбициям и алчности количество его политических противников множилось. И вскоре их ненависть достигла точки кипения. В те времена в Афинах практиковалась ежегодная процедура, известная как суд черепков или астракизм. Голосующие писали на черепках имя самого опасного, по их мнению, политика, потенциального тирана и высылали его из города на 10 лет. В 471 году до н.э. таким астракизмом враги изгнали из Афин Фемистокла. По иронии судьбы, он был вынужден искать приюта у противника, с которым так жестоко сражался. И уже больше никогда не возвращался в Афин. Удивительно, что ему пришлось уехать в Персию, где он нашел себе убежище и закончил свою жизнь, говоря на персидском языке и работая в администрации персидского царя, помогая персам управлять Западной Малой Азией. Фемистокл сыграл важную роль в эпической истории Древней Греции. Истории, которая вдохновляла поэтов. Легенды и рассказы о богах и героях, наряду с Илиадой и Одиссеей, вошли в замечательный греческий эпос. Возможно, что легенды и рассказы не полностью соответствуют действительности. Но творения древнегреческих инженеров вполне реальны. К 1300 году до н.э. люди, населявшие большую часть материковой Греции, говорили на языке, ставшем основой древнегреческого. Этих людей называли микенцами. И столетиями их войны, и скандалы, и их поиски, и достижения служили материалом для легенд и фундаментом для всей древнегреческой цивилизации. Их столица, город Микены, был окружен мощной крепостной стеной, которую строили в течение 150 лет. Согласно мифам, именно из этого города царь по имени Агамемнон повел греков на войну, которую в 8 веке до н.э. слепой поэт Гомер воспел в своих всемирно известных поэмах «Илиаде» и «Одиссея». «Илиада» является чем-то вроде древнегреческой Библии. Там есть мораль. Эта поэма рассказывает, как нужно жить. В ней описываются боги и религии, но вместе с тем показаны и люди, и различные ситуации. В поэме представлены идеалы, которым стоит подражать. «Илиада» и «Одиссея» стали самыми знаменитыми историческими произведениями. Всем знакомы истории о похищении прекрасной Елены Борисом, о десятилетней осаде Трои Агамемноном, о гигантском деревянном коне, с помощью которого греки проникли в Трою и разрушили ее. И хотя во время Троянской войны Агамемнон предстает перед нами героем, его возвращение в родные Микены было нерадостным. Он был убит собственной женой. Столетиями ученые обсуждали вопрос, написал ли Гомер целиком «Илиаду» и «Одиссею», или же он просто собрал известные в то время народные сказания, или же он вообще здесь ни при чем. Но если бы древние греки пришли в наш мир сегодня, они бы только посмеялись над этими дискуссиями. Ведь для древних греков Гомер не был популярным исполнителем народных песен или модным сочинителем боевиков и фантастических романов. Гомер для них был историком, а его произведения вовсе не сказками, а летописями, описывающими реальные события. Вот что осталось от Микен, столичного города, о котором писал Гомер, и по убеждениям многих, в том числе и меня, являвшегося в отчине царя Агамамнона. Эти руины демонстрируют удивительные достижения инженеров того времени. Клэри Палевой, Университет Аристотеля в Фессалониках. Когда вы приближаетесь к Микенам, то первое, что замечаете, это огромные крепостные стены, которые поражают и вызывают чувство благоговейного трепета. Стены Микенской крепости сложены из каменных глыб весом почти в 10 тонн каждая. Работа проводилась настолько ювелирно, что каждая глыба в точности соответствует оставленному длине месту между соседними камнями. Но когда подходишь ближе, то обращаешь внимание на самое поразительное строение в Микенах. Это колоссальный вход в крепость, львиные ворота. Вот львиные ворота, главный вход в Микенскую крепость. Это самое ошеломляющее сооружение ранней античности. Это впечатляющий образец символизма и потрясающее творение древних инженеров. Два льва стоят вертикально. Их лапы находятся у основания колонн, их головы, которые сегодня отсутствуют, наверное, были повернуты наружу. Всякий, кто видит это, понимает, что Микена — это оплот власти. С инженерной точки зрения, это типичная стоечно-балочная конструкция. Массивные столбы являются вертикальными элементами. Они поддерживают горизонтальное перекрытие, которое весит около 12 тонн. Львы живут уже на воротах. И древние инженеры здесь сделали один шаг вперед. Если вы посмотрите на треугольник из фигурных камней, справа ото львов, то поймете, что это архитектурный элемент, называемый сегодня ступенчатой аркой. Профессор Тасиус, технический университет в Афинах. Предположим, что у вас есть четыре камня. И вместо того, чтобы просто нагромоздить их друг на друга, вы сдвигаете их один за другим, создавая пустое пространство внутри и снаружи, вот таким образом. Это основа ступенчатой арки. Если вы немного более амбициозны, то сдвигаете их еще сильнее, но так, чтобы они продолжали лежать друг на друге. При этом неизбежно возникает риск обрушения этой конструкции. И тогда мы применяем небольшую хитрость, чтобы сохранить достаточно большое пространство подарка и вместе с тем обеспечить ее устойчивость. Мы кладем противовесы на внешнюю часть каждого из этих камней. Вот этот треугольник. Прежде всего нужно отметить, что это действительно мекенская инновация. Скорее всего, это первое в мире использование такой конструкции. Это значит, мы видим здесь нечто революционное, нечто совершенно новое для того времени. Но мекенские инженеры не остановились на изобретении ступенчатой арки. Они применили эту идею для создания внутреннего закрытого пространства. Появился ступенчатый купол. Этот купол использовался в строениях только одного назначения, а именно в усыпальницах. Подобно древним египтянам, жители мекен создавали колоссальные сооружения, чтобы обеспечить своим лидерам достойную загробную жизнь. Эти усыпальницы называются толосы. Их конструкция отличается от всего, что создавали мекенские архитекторы до этого. А круглые формы больше нигде не встречаются в архитектуре мекен. Мекенцы использовали только прямые линии и прямые углы. И только в этой структуре мы видим круг. Это создает ощущение, что круг каким-то образом символизировал в их представлении смерть. Был как-то связан со смертью. Сооружение толосов стало новым шагом в архитектуре. Сначала внутри холма выкапывали пещеру, открывавшуюся с одной стороны. Итак, они выкапывали коридор. Этот коридор должен был стать дромосом, что по-гречески означает «дорога» или «путь». В данном случае это путь в усыпальницу. С каждой стороны коридор облицовывали прекрасными каменными плитами цвета миндаля. В 1200 году до нашей эры, 3200 лет назад, пришедшего сюда встречало необыкновенно прекрасное, поразительное, потрясающее сооружение. Этот вход. По краям его обрамляли две огромные колонны, украшенные резным зеленым мрамором с зигзагообразным и спиральным рисунком. Каждый из этих камней имеет высоту около 80 сантиметров. И здесь имеется 33 кольца из таких камней, создающие конический купол. Верхний слой всегда располагается на нижнем, ступенчатым образом. В конце поверхность была выровнена так, чтобы все выглядело гладко. Чтобы такая конструкция была прочной, необходимо постоянное давление, направленное снаружи внутрь. Давление такого типа, например, создает обод, металлический обод, скрепляющий бочку снаружи. Это давление в данном случае создавалось землей, которой засыпали купол снаружи, очень большим количеством земли. И в тот момент, когда заканчивалось строительство купола изнутри, строители засыпали землей его верхушку. Около 1100 года до нашей эры, эта ранняя греческая цивилизация внезапно и таинственным образом перестала существовать. По этому поводу имеется множество теорий. Я думаю, что основная версия состоит в том, что из степей пришли новые племена варваров, которые атаковали Египет и Месопотамию и разрушили все торговые пути, что привело древнейшей цивилизации к гибели. С падением Микен в Греции настали смутные времена. Более четырех столетий ее культура находилась в состоянии упадка. Затем, в 8 веке до нашей эры, начали возрождаться и вступили в пору расцвета греческие города-государства, каждая со своими особенностями, соревнующиеся в экономической, военной и инженерной областях. Особенно знаменит был греческий остров Самос, на котором был применен новый оригинальный способ подачи воды в город путем строительства акведука прямо сквозь гору. Спарта, Афина, Каринф, Фива. Это лишь некоторые из более чем сотни городов-государств, возникших в Греции спустя 400 лет после исчезновения Микенской цивилизации. До победы демократии в Греции многие из этих городов управлялись единоличными правителями, называвшимися на древнегреческом языке тиранами. Около 540 года до нашей эры тиран по имени Поликрат стал правителем острова Самос на востоке Эгейского моря, говорит Кристофер Ратт, университет Нью-Йорка. Он был важным игроком на политической международной сцене. Он входил в альянсы не только с персами, но и, скажем, с египтянами. Он был амбициозной личностью. Поликрат понимал, что сила любого острова определяется его возможностями на море. Он построил флот из статри РЭМ, терроризировал соседние государства и взимал пошлину с кораблей, проплывавших мимо. Ричард Биллоус, Университет Колумбия. При Поликрате Самос превратился в ведущую морскую державу, что стало основой его мощи и процветания. Полученные средства Поликрат использовал, чтобы построить вокруг своей столицы мощную защитную стену. Теперь перед ним стала проблема, с которой сталкиваются многие города Средиземноморья. Нехватка питьевой воды. Профессор Тассиус, Технический университет Афин. Самос был очень влиятельным, крупным и сильным городом. Ему нужно было много воды. И этой воды катастрофически не хватало. На острове имелся прекрасный источник пресной воды. Но он был отделен от города 30-метровой горой Кастро. Однако Поликрат и его инженеры нашли способ провести воду из этого источника в город. Строительство акведука вокруг горы не являлось правильным решением. Лотар Хазельбергер, Университет Пенсильвании. Конечно, обходной акведук в принципе можно построить. Но первое, что сделают враги, это перекроют этот акведук. И вы останетесь в прекрасно укрепленном городе, за неприступными стенами и умрете там от жажды. И вот было найдено оригинальное решение этой проблемы. Поликрат обратился за помощью к инженеру по имени Евполинос. И Евполинос предложил нетривиальное, практически невероятное для того времени решение. Построить туннель прямо через гору Кастро. Это должен был быть сложный и очень длительный проект. Время, которое требовалось для строительства такого туннеля, должно было быть огромным. Поэтому было принято решение начать строительство с двух противоположных концов. А это уже математическая и техническая задача. Подобно современным строителям туннеля под проливом Ла-Манш, Евполинос предложил копать с двух сторон горы, чтобы в результате строители встретились в середине. Чтобы строительство оказалось успешным, необходимо было удостовериться, что оба коридора располагаются на одинаковой высоте. И кроме того, в одной горизонтальной плоскости. Иначе они прошли бы друг мимо друга, словно два корабля в ночи. Без современного оборудования для инженера того времени это была поистине грандиозная задача. Сначала предполагалось измерить кратчайший путь от источника до города вокруг горы, так, чтобы составить его из двух перпендикулярных отрезков. Евполинос мог точно измерить все составляющие мелкие кусочки этих отрезков, чтобы вычислить стороны прямоугольного треугольника. Затем по двум известным катетам можно было вычислить гипотенузу, которая равнялась длине строящегося под горой туннеля. Еще более поражало в этом проекте то, что в результате должны были построить не один туннель, а два. Главный туннель примерно 2 на 2 метра в сечении использовался только как вспомогательное пространство для строителей, копавших второй туннель под главным. Этот нижний туннель и должен был служить акведуком. Тогда как рабочий туннель должен был проходить горизонтально, акведук, располагавшийся сбоку и ниже, необходимо было слегка наклонить, чтобы вода по нему медленно и постоянно текла по направлению к городу. В темных недрах горы любой день строительства мог оказаться для его участников последним. Работа в горах всегда опасна, ведь камни могут сыпаться сверху непредсказуемым образом. Кроме того, есть опасность прорыва воды, которая сметет все на своем пути. Под горой темно, и необходимо предусмотреть освещение. И кроме всего прочего, в каждый момент строительства нужно знать координаты места работ, чтобы линия туннеля была на самом деле прямой. После незначительной коррекции обе команды строителей встретились точно в центре, в том месте, которое изначально определил Евполинус. Несовпадение между двумя ветвями туннеля составило примерно метр, то есть меньше 1,8% по отношению к более чем километровой длине всего туннеля. Завершение строительства туннеля стало кульминацией правления Поликраты. Но в целом его политическая карьера оказалась не слишком удачной. Говорит Ричард Биллоус. Персидский правитель побережья Малой Азии решил, что автономия Самоса является угрозой для его безопасности и наносит ущерб развитию и процветанию персидской державы. Поликрат был арестован и после жестоких пыток распят. Поликрат был лишь одним из многих тиранов, управлявших греческими городами-государствами между 800 и 500 годами до н.э. Такая форма государственного устройства, когда один человек управляет остальными, была тогда единственной известной. Но вскоре все должно было измениться. Афинское государство определило дальнейший ход мировой истории. Имя человека, который сделал это – Перикл. И память о его правлении увековечена в Афинском Акрополе, который поднялся над облаками. Парфенон, построенный в Акрополе – это удивительный пример потрясающего мастерства греческих архитекторов. В 480 году до н.э., когда Фемистокол победил Перса в битве при Соломине, он спас не только Афины. Он спас и молодую демократию, которая родилась 25 годами раньше. Тогда в Афинах закончилась эра тиранов. Афины, которые были мощным в военном отношении городом, богатым идеями и проектами, стояли на пороге своего Золотого века. И ворота в Золотой век Афинской демократии открыл один человек. Этого человека звали Перикл. Он был демократом, интеллектуалом и любителем искусства. Вместе с тем Перикл всячески старался расширить влияние Афин любыми средствами, включая угрозы, подкуп и военную силу. Перикл происходил из древнего рода афинских аристократов. Для членов этой семьи карьера политического и военного лидера была вполне естественной. Его восхождение к вершинам власти началось, когда, будучи еще молодым человеком, он был избран на должность стратега, то есть одного из тех десяти лидеров, которые командовали армией и определяли внешнюю политику государства. Прирожденный политик, прекрасный оратор, Перикл вскоре стал самым влиятельным человеком в Афинах. Перикл был рожден для политики. Этот человек жил в политике. Он умел говорить, он был способен убедить. Он отдавался целиком своему любимому делу. В 461 году до н.э. Перикл стал главным человеком в Афинах. Благодаря флоту из Трирем, построенных Фемистоклом, Афины держали под своим контролем всю восточную часть Средиземного моря. Но, несмотря на поражение персов при Соломине, угроза нового вторжения не исчезла. В 478 году Афины вместе с другими городами Эгейского моря образовали союз для взаимной защиты от общих врагов, названный Афинским морским союзом. К 450 году Афины стали главным членом Афинского морского союза, что означало возможность для Афин использовать огромные средства. И Перикл, неоспоримый лидер Афин, нашел способ потратить эти средства наилучшим образом. Он организовал строительство грандиозных общественных зданий, которые могли бы отразить величие этого города. Легенда гласит, что Посейдон, греческий бог Морей и богиня Афина пришли на холм Акрополя, чтобы жители города могли решить, кто из них станет покровителем Афин. Посейдон ударил в землю своим трезубцем и из земли забил источник. Афина воткнула в землю свое копье, и там появилось оливковое дерево. Оливки не только могли служить основой рациона греков, но и приносить доходы в результате их экспорта. Жители выбрали Афину. За века греки построили несколько храмов в честь Афины. Большинство из них разрушилось со временем, и только Периклу удалось подарить миру один из самых замечательных образцов греческого античного искусства – парфенон. Перикл решил построить парфенон Акрополя, используя старый разрушенный фундамент прежнего храма Афины. Чтобы создать новый прекрасный храм, были необходимы тысячи рабочих и квалифицированных мастеров. В Афинах еще никогда не строилось таких дорогих зданий. Проект оценивался в 30 миллионов драхм, что в современном выражении составляет миллиарды долларов. Эта сумма поражает. Но имейте в виду, что это было колоссальное государственное предприятие. Реализация грандиозного проекта началась в 447 году. Длина парфенона равнялась двум третьям длины футбольного поля. Его внешние размеры составляли примерно 70 метров в длину и 31 метр в ширину. Первой задачей было вырубить мрамор из скального карьера, находившегося в 10 милях от Акрополя, для постройки здания необходимо было в целом почти 30 тысяч тонн белого мрамора. Для отделения от скалы гигантских мраморных глыб строители использовали уже имеющиеся в ней естественные трещины. Первым шагом было локализовать эти трещины и вычислить, является ли данный кусок мрамора пригодным для той или иной цели. Вторым шагом было вбить в эти трещины, как в горизонтальные, так и в вертикальные, специальные клинья. Эти клинья были не деревянные, а металлические. Почему? Потому что требовалось колоссальное усилие, чтобы забить молотками все эти клинья одновременно. Давление было очень большим, и материал продолжал растрескиваться дальше. Когда гигантские глыбы были готовы, бригады строителей использовали рычаги, веревки и блоки, чтобы отделить нужный кусок мрамора и подготовить его к транспортировке в Акрополь. Нередко случались трагедии. Существовал огромный риск того, что какой-нибудь тяжелый блок соскользнет и задавит множество людей насмерть. Но вырубка мрамора из скалы и его транспортировка это только половина дела, только начало строительства храма. Современные инженеры продолжают ломать голову над тем, как удавалось поднимать наверх десятитонные мраморные глыбы, чтобы в конце концов возник этот архитектурный шедевр. Июль 447 года до н.э. Строительство храма в Афинском Акрополе началось. Парфенон был мечтой перигла, динамичного и амбициозного правителя, благодаря которому Афины вошли в пору такого расцвета, какого не видел еще ни один город, Древней Греции. Афиняне говорили, мы живем в самом сильном городе. Он является колыбелью демократии и свободомыслия. Мы самые лучшие. У нас лучшая армия и лучший флот. Мы лидеры. Парфенон отличался от типичных для того времени греческих храмов, которые имели 6 колонн на торце и 13 по бокам. Парфенон должен был быть больше, с 8 колоннами на торце и 17 по бокам. Кристофер Ратт, Нью-Йоркский университет. Это делало здание особенным, не похожим на все остальные храмы. Ведь когда увеличивали здание, то все размеры изменяли пропорционально. Но когда расширяли его, то возникало ощущение дополнительного пространства. Колонны служили основными опорами всей конструкции. Каждая колонна состояла из 11 отдельных фрагментов, поставленных один на другой, как кубики. Они были очень точно выпилены, так что составляли вместе единые целые. Для этого на торце каждого фрагмента вырезали 4 концентрических круга. Некоторые из образовавшихся колец делали выпуклыми, так чтобы обеспечить сцепление со следующим фрагментом. В центре каждого фрагмента каменщики делали прямоугольную выемку размером 10 на 15 сантиметров и глубиной порядка 10 сантиметров, в которую плотники вставляли деревянный стержень. Эти стержни помогали выравнивать верхний фрагмент относительно нижнего. Сложнейшей задачей было поднять эти неимоверно тяжелые глыбы на нужную высоту, и особенно трудно приходилось с самыми верхними фрагментами. Колонны Парфенона весили от 63 до 119 тонн каждая. Рычаг является очень простым устройством. А если у вас есть еще и система блоков, то, как вам должно быть хорошо известно, вы сможете поднять, скажем, груз весом в 10 тонн с помощью 100-килограммового усилия. Инженеры прикрепляли глыбу к рычагу несколькими способами. Чаще всего они привязывали веревку к верхней части металлического крюка, имевшего форму латинской буквы «С». Затем более короткие веревочные петли зацепляли за нижнюю часть крюка. Другими концами этих петель обхватывали небольшие специально оставленные выступы на мраморных глыбах. Обычно на каждом фрагменте колонны оставляли 4 выступа, чтобы правильно распределить усилия и сбалансировать объект. Стены, ограничивающие внутреннее пространство, должны были сооружаться с высочайшей точностью, так как греки не использовали известковый раствор. Чтобы скреплять фрагменты между собой, строители выпиливали на торцах отверстия в виде сдвоенной буквы «Т» и использовали металлические клинья. После того, как глыбы устанавливали на предназначенные им места, отпиливали все лишнее и выравнивали поверхности. Часто говорят, что в Парфеноне нет прямых линий. Это означает, что архитекторы использовали здесь множество оптических иллюзий. Это касается ступеней, колонн, нижней части фасада и треугольного элемента на самом верху. Например, ступени кажутся прямыми, но если присмотреться повнимательнее, то окажется, что они выгнуты в середине и немного опущены по краям. Теперь рассмотрим колонны. Колонны выполнены в дорическом ордере. У них нет базы. Кажется, что они вырастают прямо из камня. Ствол каждой из колонн прорезан двадцатью вертикальными желобками, камнелюрами. Стволы колонн утолщены в средних частях, что устраняет иллюзию вогнутости ствола. Этот прием называется энтазис. Глинные прямые, которые находятся на линии вашего взгляда, кажутся искривленными. Чтобы компенсировать этот эффект, их искривляют в обратную сторону, чтобы они, на ваш взгляд, казались более или менее прямыми. Ведь если все будет на самом деле прямо, все углы точно прямые, то вы увидите это примерно таким образом. Главная задача Парфенона стать домом для огромной статуи богини Афины. Строительство Парфенона обошлось в огромную сумму, но статую Афины внутри него стоила не меньше, а, возможно, даже превзошла само здание по стоимости. Высота статуи составляла 10-11 метров, и она была сделана из ценных материалов, золота и слоновой кости. Сотни скульпторов трудились над созданием прекрасных каменных фигур, что говорит о том, что это была не просто инженерная задача. Самое знаменитое украшение храма это фриз на внутренних стенах Парфенона. Глубина этого рельефа составила несколько сантиметров. Он посвящен Панафенеям, празднованию в честь богини, которая происходила в Афинах каждые 4 года. До наших дней сохранились большие фрагменты здания из белого мрамора. В античности не только скульптура, но и само здание обычно богато украшалось и расписывалось красками. Однако не все горожане одобряли строительство Парфенона. Некоторые считали, что любимый проект Перикла прославляет его самого и тешит его собственное тщеславие. Многие афиняне ненавидели Парфенон и другие храмы. Они считали, что это ужасное, удручающее зрелище. Например, Платон не любил всего этого. Многие жители Афин с гневом наблюдали, как в святая святых вырастают новые здания, здания, привносящие сюда нечто нетрадиционное и разрушающие наследство прошлого. Рок от недовольства в Афинах касался не только Парфенона. По мере того, как Перикл усиливал мощь Афин, его соперники объединялись против него. И вскоре они обрушились на его ближайших друзей из подвижников. Первой в этом списке стояла прекрасная и образованная женщина по имени Аспази, принадлежавшая к социальному слою элитных Гетер, являвшейся любовницей Перикла. Гетеры принадлежали к элите общества. Их часто сравнивают, например, с японскими гейшами. Они вращались в аристократических кругах и находились в центре греческой культурной жизни. В классических Афинах женщина должна была подчиняться мужчине, но Аспазия была исключением из правил. Перикл относился к ней как к равному себе человеку. И его любовница вскоре стала полноправным членом афинской элиты. Они стали известны всему городу парой, вызывая восхищение некоторых и одновременно давая повод для сплетен и скандалов в афинском обществе. Люди нередко видели, как Перикл, не стесняясь, публично целовал Аспазию. А такие публичные проявления страсти, конечно, не были традиционным стилем поведения в классических Афинах. В 432 году до нашей эры, после почти 15 лет строительства, сооружение Парфенона было закончено. Этот храм богини Афина был именно тем, чего хотел Перикл, символом господства и мощи афинского государства. По иронии судьбы, как раз к этому моменту влияние Афин стало уменьшаться. И Спарта, вечный соперник города, не приминуло этим воспользоваться. Когда Афины организовали создание Морского Союза, или, как его еще называли, Афинской империи, Спарта начала относиться к Афинам с подозрением. Противоречия между городами обострялись, и в 30-х годах 5 века до нашей эры Спарта почувствовала, что Афины стали серьезной угрозой для ее безопасности. В 431 году Спарта начала войну с Афинами. В течение двух долгих лет Афины боролись со создавшими город спартанцами. Но еще более грозный, невидимый враг готовился атаковать славный город Перикла. Спустя пару лет высокая населенность Афин привела к вспышке там болезни, которая, видимо, пришла с Ближнего Востока. Эту болезнь, ставшую причиной гибели множество афинских жителей, назвали Великой Афинской чумой. Перикл, которому к этому времени уже минуло 60 лет, выжил во время чумы, но был очень слаб. Он устал от неудач, от бед, обрушившихся на Афины. В 429 году, когда чума и война разрушали его любимый город, Перикл умер. Жестокий и кровавый конфликт между Афинами и Спартой, известный как Пелопонесская война, продолжался еще 25 лет, пока в конце концов в 404 году до нашей эры Афины не сдались. С концом Пелопонесской войны закончилась эра Перикла, эра доминирования и процветания Афин. Но чудеса греческой инженерии, достижения греческой культуры того времени будут жить вечно. По иронии судьбы, те люди, которые сделали эти достижения всеобщим достоянием, не были афиненами. Имена этих людей стали синонимами не только завоеваний, но и распространения эллинизма, распространения греческих идеалов, доживших до наших дней по всему миру. Один из них был Филипп II, царь Македонии, а другой – его сын, ставший идеалом всех генералов, всех императоров, от Юлии Цезаря до Наполеона и Джорджа Паттона, завоевавший весь мир за 33 года своей короткой жизни, ученик Аристотеля, провозгласивший себя земным богом. И звали его Александр Македонский. Я Питер Уэллер. Пока. Производство History Channel. Фильм озвучен фирмой СВДубль по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова